Матвей Бруяк танцевать обожает, но только не на публике. Молодой человек аутист и особенность восприятия мира не позволяет ему раскрепоститься. Но когда мама предложила мальчику принять участие в городском онлайн-конкурсе «Танцевальный марафон», с радостью согласился и с удовольствием станцевал с другом перед камерой. В итоге жюри признала его одним из лучших. Я очень рада, что сейчас такие форматы появляются, потому что это особая возможность для таких особенных детей. Не все, к сожалению, могут участвовать, так скажем, оффлайн, выступить и показать вот здесь и сейчас. И вот такие форматы позволяют ребенку раскрыться в своих комфортных условиях, раскрыть себя, показать свои умения, свои таланты. На категории участников танцевального конкурса не делили. На победу претендовали 25 человек в возрасте до 18 лет. Без подарков никто не остался. А 8 лучших танцоров получили еще и планшеты. Мы хотим общения. И дети хотят общения. А как можно общаться? Вот было очень сложно. И мы решили попробовать сделать онлайн. И мы сделали. У нас это получилось. Жюри оценивало выступление участников по следующим критериям. Оригинальность, эмоциональная выразительность и творческий подход. По каждому пункту выставлялась оценка по пятибалльной системе. Любое искусство, любой танцевальный номер, он или принимается, или не принимается, да, душой. Вот приняли, а потом уже начинали обсуждать какие-то детали. Конкурс настолько понравился всем и участникам, и организаторам, что его решили сделать ежегодным. А в октябре для людей с ограниченными возможностями здоровья пройдет осенний калейдоскоп. Выставка дачного урожая. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков, События.